Питательный аппарат Скинув руки, они представляли себя рядом с ними Еще в 15 веке Леонардо да Винчи был убежден в том, что человек может преодолеть земное протяжение И то, что человечество имеет все шансы подняться в воздух, а помогут ему в этом огромные крылья Расчеты и детальное изучение птичьих полетов натолкнуло его на идею создания такого аппарата, как махолет Леонардо да Винчи попытался воплотить в жизнь задумку, на которую воодушевил его самый обыкновенный стрекоза Многие люди воздушную среду называют Пятым океаном А все из-за того, что среди энтузиастов, желающих покорить неизведанное воздушное пространство Было немало моряков и капитанов морских кораблей, которые стремились узнать неизведанные воздушные просторы Вот так опыт профессиональных моряков пригодился при создании первых летательных аппаратов В начале 19-го столетия появились первые безмоторные планеры Подражая птицам, изобретатели придавали своим творениям похожую форму Однако, первые летательные аппараты не увенчались успехом Они не могли подняться высоко ввысь Безмоторные планеры сталкивали с обрыва Скатывали с холмов Разгоняли с помощью лошадей Но как создатели старались, им не удавалось стать авторами Первого реализованного проекта в истории человечества Который в наши дни носит название «Авиация» В 1857 году француз-капитан дальнего плавания Жанна-Мария Лесбри Поднял свой планер в небо на 100-метровую высоту И пролетел около 200 метров А как вы думали, кто стал прообразом планера для этого изобретателя? Обычный альбатрос, умеющий долго парить в воздухе на крыльях, не делая крыльями взмаха А еще мы хотели с вами поговорить о жилых домах в форме шара Согласитесь, дом в виде шара сегодня выглядит как инопланетный корабль В начале 1980-х годов правительство Нидерландов предоставило крупную субсидию одному из муниципалитетов С целью создать экспериментальное жилье Построенные в 1984 году дома в форме шара представляют собой конструкции из ПВХА с теплой облицовкой В каждый дом ведет лестница Планировка включает в себя спальную зону в цокольном этаже с двумя спальнями Ванную комнату и кухню на первом этаже Гостиную с панорамным видом на верхнем этаже Все дома маленькие, имеют ширину всего 5,5 метра Эти скромные апартаменты, рассчитанные на проживание одного-двух человек Пользуются популярностью у студентов, молодых семей и творческих личностей Мечтающих жить в одном из самых необычных строений планеты Кто знает, как может повернуться такая инициатива С домами в форме шара в перспективе развития человечества На сегодня все Всего хорошего вам и вашим близким До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok